Привет, друзья! Ну что, наконец-то встал тот момент, когда я могу показать, как мы забираем мебель с производства, как она выглядит. Грубо говоря, вся порезка, мы называем это дрова. В таком состоянии приезжают только гардеробные системы и шкафы к заказчику. Кухню мы предварительно собираем, конечно же, в цеху и привозим к заказчику уже готовые модули, полностью собранные, полностью присаженные. Собираем все на стенде, проверяем и потом только упаковываем и отсылаем уже заказчику. То есть, когда мы уже привозим на монтаж. Все шкафы и гардеробные системы, ну и в принципе, такие всякие мелочи мы привозим в порезки. На самом деле, вот так выглядит это все сложенное, да? Потом, когда мы соберем, я вам покажу, как будет выглядеть уже по-настоящему проект, когда он уже будет в сборном состоянии. Сегодня у нас время доставки, а завтрашний день у нас уже будет сборочный полностью. Также для тех, кто впервые на канале, не забудьте подписаться. Жимкайте колокол, чтобы не пропускать новые видосики, которые выходят регулярно. Также подписывайтесь на мой инстаграм, где я показываю то, что мы делаем на данный момент, то есть сегодня. Мы уже все подняли. У нас это первый монтаж в этом новом году. Следующее мы уже будете видеть, это, наверное, нашу поездку в Турцию. Приехало все в таком состоянии, я уже показывал, все разборное. Это нам сейчас нужно будет все слепить до кучи. Само помещение находится в этом месте, гардеробная комната вся. Цена будет п-образная. И я вам картиночку где-то сейчас влюблю на видео, чтобы вы посмотрели, как оно будет выглядеть. Так, у нас еще есть сейф. Так что собираем, буду показывать какие-то моменты, которые будут возникать у нас. Сейчас как раз занимаемся подготовкой, накручиваем везде рафиксы, потому что у нас шкаф есть на рафиксах, на минификсах. Задние стенки тоже из ДСП 18 мм, Эггер, тоже все на рафиксах. Это все будем скручивать. Есть у нас подсветки в полках верхних, фрезеровка вся сделанная. Сейчас накрутим все вот эти вот элементы. И потом уже начнем полностью весь монтаж. Я не знаю, просто негде ставить таймер, чтобы показать вам весь процесс. Потом уже, когда подключу все, я вам уже покажу, конечно, как оно будет все выглядеть с подсветкой. Я думаю, будет красиво, потому что оно будет в нескольких полках, некоторых там в трех полках, некоторых по одной полке, плюс еще будет шкаф. Так, хочу вам показать еще, каким образом сделана подсветка в этой гардеробке. То есть у нас есть в стойках какие-то отверстия, да, конструктор сделал. На них ложатся полки, где есть фрезерованный профиль. И это все у нас протягивается сплошняком полностью через всю гардеробку. И таким образом и подключается, так выводится. Что очень удобно, не нужно в боковине делать всякой ерунды. Соединяется, надо все сейчас демонстрируть, как это все соединяется. Шорты превращаются. Шорты превращаются, не хватает высоты, да? Да, тебе помогу чуть-чуть. Вот, вот таким вот образом это выбивается. Причем все плотненько. Рафикс у нас металлический, типа под нержавеечку. Да, они дороже, но выжатят они намного круче. Так, еще монтируем, еще тут ящички поставим. Будут и распашные фасады, которые будут закрывать сейф на теплоне. Ну и вторую половину еще не начинали, сейчас будем тоже начинать. Потом покажу уже финишный вариант. Мы уже на этапе окончания работ. Уже подключили подсветочку всю. Поставили выдвижные ящики. Осталось нам поставить еще фасады. Четыре штуки. И, наверное, в каких-то местах закрепить. Гардеробку закончили. Так, все у нас ДСП Эгер. Полностью все фасады. Полки черные, кромка пур. Подсветка идет в угловых секциях. Во всех трех полках. И по верхнему краю полностью по всей длине везде. 25-я толщина ДСП. Также и стойки из 25-й толщины. Вот такие вот черные, интересные трубы. Вот вешалки для одежды. Массивные, четкие. Можно, мне кажется, как турник использовать. Выдвижные ящики. Типа тандем. Но вот этих. Работают плавненько. Без всяких проблем. Также и в этой части тоже два ящика. Весь низ у нас на М6. Все выставлено четко по уровню. И в этом месте еще есть закрытый шкаф на четыре двери. Здесь в одной части у нас полки. Петли от хейтих тоже с доводчиком. И в этой части у нас тоже идут полки. Труба под одежду. Короче, пустое место. Петли тоже хейтих. И ручки итальянские черные. Вот такая вот гардеробочка вышла. Подсветка включается общим выключателем. Рафиксы я вам показывал. Они все вот идут под никель, под нержавейку. Вот так они смотрятся. Сразу делают вид на много бач. Так что так. Мы закончили. Вы знаете, что делать. Если есть вопросы, задавайте. Комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И я думаю, в следующий раз мы встретимся уже в Турции. Всем хороших выходных. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok